К нам в редакцию обратилась новая рингойка с очень острой и неприятной проблемой для их двора. Там неизвестные поиздевались над старым деревом. И это уже не первый случай. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Прям обидно просто. Мы здесь гуляем постоянно. И нравится то, что зелень как-то... Дело в том, что оно растет лет 20 здесь. Вообще здесь в 90-х годах не было ничего. Вот это кустики были. А сейчас они вот такие выросли. Просто жалко. Сдерживая слезы, Алла Орлова рассказывает о деревьях, которые растут у нее во дворе. Женщина признается. Ей жалко смотреть на то, что происходит с ними. Дети не жалеют ни веток, ни стволов. Прикладывая большие усилия, ломают их. Своими силами женщина вместе с другими неравнодушными горожанами попыталась провести в порядок территорию и спасти деревья. Вечером переживала, думала, как это вспоминала, как можно ее попробовать. Я увидела, что ветка не совсем, как бы она еще держится на чем-то. И сегодня вынесла веревку. Одной не получилось, потому что оказалась ветка очень большая и тяжелая. Подождала девушку, попросила помочь. Мы подняли вместе ветку, прижали хорошо, перевязали. Сейчас вот, думаю, надо надпись написать, потому что, думаю, может кто-то веревку эту или порежет, или снимет, или еще что-то. Ветка снова упадет. Стоит признать, со своеобразным обострением, но в рингойской молодежи столкнулись деревья не только в микрорайоне Мирный, но и в другой части города. Нам в редакцию написала еще одна новая рингойка, у которой растет под окном рябина. Не пожалели вандалы и ее. Мы на первом этаже живем. То есть эта рябина прямо перед нашим окном стоит. Ну и дети вечно пытаются на нее залезть, по веткам прыгают. Один раз залезли, увидели нашего кота на подоконнике спящего и начали в него снежками кидать. Ну, в сетку оконную. Ну, мы когда видим это все, гоняем их оттуда. Просто так не понимают, приходится говорить, что вызовем полицию. И они, их родители, штрафуют за это, после этого уходят. Один раз даже два ребенка тут было. Начали ветки трясти. Я им через окно крикнула, а с ними, оказывается, мамаша их была. Так началось сразу, не указывая моим детям, что делать и т.п. и т.д. Короче, наслушалось много в свою сторону. Защитить от вандализма деревья можно и нужно, уверены представители природоохранной прокуратуры. Статьи за это нет, но к ответственности все же привлекут. Когда граждане выявляют факты порчи элементов благоустройства, им необходимо обращаться в органы местного самоуправления. Также возможно обратиться в органы полиции и именно органы профилактики для установления лиц, виновных в порче зеленых насаждений и проведении с ней профилактических мероприятий и возможности привлечения к ответственности. Не стоит забывать, что некоторым деревьям не один десяток лет, они, как и другие растения, это огромная ценность для города. Важно также помнить, что за поведение подростков на улице отвечают родители. Те, кто с детства воспитывал в них моральные ценности и понимание того, что можно, а что нельзя.